Субтитры сделал DimaTorzok Курил у Сережи Путкова в штаб-квартире, назовем это так Но курил я это уже подуставшее То есть до курины колян я просто подошел и покурил Ничего мне это не дало, ни крепости, как бы я не понял Поэтому сейчас мы будем делать все это вместе с вами И это новый фрегат От фрегат Москоудох Я не хуй его знает, Артик Монки А, короче, разберемся сейчас У меня есть два вот таких вот Пакетом И посмотрим, что у нас внутри Так, ну конечно же это Фрегат Карибиан Найт Фрегат Артик Монки Фрегат Карибиан Найт И фрегат Артик Монки Четыре, собственно, разных вкуса Я не понимаю, зачем Сережа мне столько фрегата наложил Сережа, блядь, прекращай меня, сука, скуривать Вот И самое главное, что нам, в принципе, и нужно было Это лосьоны Это вот такие вот баночки Сейчас я все достану И мы про них Про них Про них Поговорим Как все это делать Так, так Так Ого Нихуя себе Сколько мне Сережа Сережа Спасибо тебе, дядь, большое Так, да У нас получилось, в общем, шесть банок фрегата И шесть банок Этого соуса Вообще Сережа называет их по-странному Сережа называет это лосьонами Соусы Лосьоны Ты любишь? Саус Ты понял, да Чуми? Так вот Это все Давайте, собственно, посмотрим У нас есть Pineapple Express У нас есть Blueberry Haze Такая кальянная в Москве есть У нас есть Lemon Haze Такая кальянная в Москве есть А еще один Blueberry Haze Еще один Lemon Haze И еще один Pineapple Express То есть у нас все дублируется, да Так, давайте возьмем Москоу Давайте все-таки сделаем все по-другому Давайте все это гораздо усугубим И усложним Возьмем Москоу Доха Вообще В чем заключается вся суть Да, этого всего происходящего Суть заключается в том, что Допустим, Pineapple Express Если смешать с Arctic Monkey То мы получаем Типа а-ля Холодный ананас Если мы же Pineapple Express Смешиваем с Caribbean Night То получается еще какая-то там Общая композиция, да Разная Поэтому Тут очень сложно И в этот момент я почему-то не вникал Но Баночки в принципе прикольные И что-то они, сука, начинают течь Давайте все-таки возьмем, наверное, Pineapple Express И из него что-нибудь сделаем У нас есть Стандартная Москоу Доха Это безароматический Безароматический Фрегат И есть, собственно, Pineapple Express Суть заключается в том, что Мы это как бы смешиваем, да Даем немного настояться И начинаем это курить То есть это уже можно курить В чистую, в чашке То есть без добавления Какого-либо табака И получать хороший Крепкий табак Ну, вроде гениально Вроде гениально Но мне кажется Будут какие-то подводные камни Сейчас, собственно, я вам Все расскажу Примерно в словах То есть мы берем наш лосьон, блять Берем нашу Берем наш фрегат Типа открываем Все это вуаля Замешиваем Ждем 4 часа Переворачиваем Крутим все это время И потом начинаем уже взрывать Поэтому снимать я буду Скорее всего в паузе И все остальное Но Самые внимательные Должны заметить И я считаю, что это очень круто Если примерно приглядеться В эту упаковочку Да, то есть в наклеечку То здесь мы увидим Логотип Вуду табака Выходит, что это Коллаборация Фрегата И Вуду табака Вуду табака Делает вот эти ароматизаторы До фрегата Было бы прикольно На самом деле Если бы Фрегат Делал бы такие коллаборации А-ля Фрегат Икс Дарксайд То есть Аромки для фрегата Бы в таких баночках Поставлял бы Дарксайд Да, то есть Аромку Дарксайда Залил Прикольно Либо же там Фрегат Икс Табак Элемент То есть Да, здесь тоже так бы Сейчас здесь Вуду Но думаю Будет очень прикольно Если Сережа Ты это посмотришь А ты это по-любому Посмотришь То Попробуй Собственно Все это сделать Так вот Поехали Мы открываем Нашу Штучечку Это очень круто Кстати Прикольно Кстати Фрегат Так цизл Так с ним проблем не будет Я бы все равно Пару раз бы Ножницами Вот так вот Точечно бы Рубанул Потому что Фрегат Этими червями Кто там внутри С ним очень сложно работать Так Все вроде бы Да, сделали Теперь это желательно Умять То есть Я сейчас сделаю Все по примеру Того Как я раньше Замешивал Дитабака То есть Гастро Да Я это все Прессовал Внизу Потом мы берем Наш сиропчик Ой-ой-ой Бля Мне кажется Меня потом убьет Пиздец Когда я буду Все это раскуривать Да Эй Блядь Что за хуйня Все это Выдавливаем Не так Неинтересно Бля Выдавливать Так я думаю Будет интересней Да Мы выдавливаем Весь этот сироп Ахахаха Блядь Так Мы Выдавили Выдавили Весь наш сироп И Немного Его перемешали И Оставляем Закрытым Все Пускай он немного Постоит А это нам уже Не нужно Мы кстати Добавили Как и хотели Ананас Да Теперь собственно Давайте будем ждать И как бы Я буду ждать Потому что Вы не будете ждать Потому что сейчас Хуяки новый кадр И где все нормально Тихо и спокойно И попробуем Потом это все Взорвать В чистую И меня так Разъебет Потому что Сейчас у нас Утречка Я нихуя еще Не жрал Только лишь Попил кофе И думаю Меня конкретно Разъебет Ладно Давайте ждать Ха-ха Так Ну что Мы вернулись Я в принципе Уже готов умирать Все что нужно Я уже дома Сделал И я готов умирать Так вот У нас есть чашечка У нас есть фрегат Нам все равно Пришлось его нарезать Потому что Вот эти черви Были не очень подходящим Как бы Размером Чтобы укладывать Хорошо это в чашечку Мы это нарезали Уже Несколько раз Перемешали Попереворачивали Сироп вроде Распределился Везде равномерно Поначалу Я думал Что Сереже Сереже Добавь немножко Еще сиропу Чтобы сиропу Было буквально На 10 20 миллиграмм Больше Чем есть В данном моменте Но Когда это все Хорошо пропиталось Я понял Что сухих листьев У меня В принципе Уже не осталось Также Колодочка С углями У нас уже есть В данном случае Сегодня угли У нас Нера Это новый продукт Компании Оазис Хорошие В принципе Угли Яркие Хорошие Долговечные С хорошим Таким Жаром И давайте Собственно Все это Сейчас забьем Мы это просто Укладываем В нашу чашечку Маленькими Такими порциями Как обычный табак Короче Грубо говоря Из фрегата Вы делаете Обычно Ароматизированный Табак Обычный Муасель И думаю Этого будет Достаточно По примерным Подсчетам На взгляд Такой баночки Которая у вас Уже будет Залито Лосьоном Вам хватит На 7-8 Забивок Сточном Так Мы это Сейчас Все положим Я все таки Добавлю Еще немного Хули то Хули то нет Да Почему бы и нет Добавим Еще немного Это нужно будет Наверное Хорошенечко Прижать Чтобы Все таки Это немного Не так сильно Горело Как я думаю По жаростойкости Блядь Я не знаю Что из этого Выйдет По жаростойкости Жаростойки Он будет Нет Потому что Вроде и 5 И 6 часов Да Как бы Можно это Продержать Но Настолько Жаростойкий Лист Непонятно Хух Блядь Собственно Мы бросаем Нашу колодочку И Ставим Наш колпачок Пускай Греется Под колпачком А пока Давайте Все таки Немного Поразмышляем А так Я и говорил Уголь У нас Нера Давайте Поразмышляем Что из этого Может выйти В принципе По себестоимости Это самый Уже дешевый Хороший Крепкий Продукт Получается Вместе с этим Лосьоном Одеколоном И соусом Плюс баночка Фрегата Получается Самый дешевый Кажется Именно такой Крепкий Хороший Продукт Который Будет Наверное Приятно Курить Я его В принципе Свежим Еще не Курил И Для меня Сейчас Это будет Впервую Потому что Как я и Рассказывал То есть Я приехал В новую Штаб Квартиру Фрегата Там Ну я за этим Всем заезжал Короче Они уже сидели Его курили Я говорю Что курить Они говорят Вот Саусированный Фрегат Саусированный Я говорю Давай попробую Но он уже был Старый Поэтому я его Покурил Ароматика была Яркая Но крепости Уже таковой Не было Ее можно было Спокойно курить Крепость Крепость была На уровне Пяти-шести Наверное Так По ароматике Скажу сразу Нет Не скажу Сразу Короче Бонгмейкером Да Фрегатовским Это понравится Эта тема Явно зайдет В Нижнем Новгороде Это по-любому А почему я говорю Про Нижний Новгород И почему это зайдет То Посмотрите Мой смена Влог Скаляной В Нижнем Новгороде Вот ссылочку Оставлю в описании Ароматика Чувствуется Но меня уже Ебажит Ой Блядь Сейчас Секунду Че Блядь Происходит Нахуй Эй Фараон Блядь Давай Спасай Меня Очень крепко Реально Прям Долой Блядь И в плечи И в шею И в ноги Есть Есть место быть Я скажу так Ананас Ананас Чувствуется Но в перемешку С фрегатом Именно Сухим Фрегатом То есть Чистым Чистым курить Я думаю Можно Вообще В легкую В легкую Ебать Два Три В крепость Блядь Просто я Болею Ну уже Получше Короче Факт Что это Курица В принципе Да Но если бы Это был бы Не первый Там Кальян Задний То возможно Я бы спокойно Это курил бы И так бы Ну не надрывался По крайней мере Ну Я кашля только Лишь от крепости То что прям Вот Прям ебет меня Прям во все щели Которые у меня есть Во все дырки Бля И отверстия Нахуй Да Очень и очень крепко Слезы потекли Главное Что чувствуется Ароматика И фанатом вот таких Вот крепких кальянов Это в самый раз Но я к сожалению Давно уже не фанат Очень блять Сука Крепких кальянов Поэтому Я это вот так Оставлю И попробую Рассказать свои ощущения Меня накрыло Пиздец Что у меня просто Закрываются глаза Курить это можно Но Если это будет Не ваш первый Утренний кальян Как бы Да Так в принципе Все нормально Вопросов нет По цене Вопросов тоже нет Не очень дорого И как бы крепко Но если эту шнягу Еще и замешивать С дарксайдом Именно в миксах То будет здорово Я решил же пойти Во все чашки И покурить это чистым Чистым курить можно В отличии От целой чашки Пустого фрегата Бля Да Курить это можно Но я К сожалению Не буду этого делать Поэтому Это Фрегат Соус К фрегату Это Маклауд И конечно же Углинера Которые помогли Мне сегодня В хламу Ебашиться Что бля Походу Я больше курить Сегодня не буду Поэтому всем Спасибо за просмотр Бля Что вы думаете Вообще По этому поводу Это Реальное Снасилование Или же Все таки В пределах Нормы И по обоюдному Согласию Напишите свое мнение В комментариях Поэтому это Дава Дым И Такой вот Жесткий обзорчик Пока Пока